Всем привет, братишки! С вами Механик. Сегодня у нас пикэнгл и сегодня будет новая машина, будет новый тюнинг. И давайте, наверное... В общем, я выбираю из 34-го Sky. Вот такой он офигенный. Это GTR, сразу видно по расширению. И 35-го. Ну, он же просто GTR. Вот не знаю, какой выбрать. Если честно, мне вот этот GTR, он больше нравится. Он просто, просто очень дерзко выглядит. Вообще супер дерзкий какой-то. Поэтому, скорее всего, я, наверное, сейчас его возьму. Давайте сделаем вот так вот исследование. Так, исследование и исследование. Исследование есть. Можно купить его теперь. Отличненько, отличненько. Выбираем его и погнали его тюнить. Во-первых, апгрейды. Посмотрим, что здесь мы можем сделать. Так, понятно, это все у нас рулевая, подвеска. Давайте, наверное, в стоке мы его проверим. Как он сейчас поедет у нас в стоке. Так. Ну, че, возьмем подвеску. Давайте, наверное, возьмем ее. Да, отлично. Возьмем сейчас подвеску. По движку, может быть. А сколько у него сейчас? Так, у него получается. А че у него за движок такой? Смотрите, объем 5,7 литра. Ни хрена себе. Че за двиг такой? 547 лошадей на тонну. Так. Здесь у нас будет еще больше лошадей. Давайте пока так проедем. Так, может быть, вес снизить? Рулевое. Да, снижение веса, мне кажется, может нормально зайти. Вес снижен. Может быть, рулевую еще сделать? Че тут у нас получается? Выворот больше станет, да? Давайте сделаем выворот больше. Отлично. Двигатель плюс 300 лошадей можно сделать. Но это, наверное, вообще бомба будет просто. Это слишком, наверное, много. Так, подвеска. Здесь у нас что, будет управляемость лучше или что? Снижение веса. Можно, кстати, сделать снижение веса еще. Рулевое. Смотрите, мощность у нас возросла. Получилось 599, почти 600 лошадей на тонну. Это очень много, я считаю. Это прям пушечное, пушечное ядро получилось у нас. Давайте стайлинг, посмотрим, можем ли мы что-то сделать с кузовом. Скорее всего, нет. Да. Имеет только одну версию эта машина. Спойлера на нее вообще не надо трогать, потому что... Ну, ладно, мы сейчас посмотрим. Может быть, дактейл какой-то здесь имеется. Так, че по выхлопу? Я думал, что надо просто трубы поставить. Там были трубы просто, вот их надо ставить. Вот это вообще дикие, конечно, трубы, если честно. Квадратного сечения. Где тут они были? Вот, просто трубы ставим. Объекты нам не нужны, задние колеса. Задние колеса мы с вами сейчас точно поменяем на что-то. А вот на что пока не знаю. Так, не-не-не, давайте-ка в самое начало я сейчас отлистаю. Там были вообще зачетные. Зачетные колесики были. Ну, вот эти вполне ничего так смотрятся. Ядреные такие, можно сказать. Вот эти барбеты. Так, а как она у нас? Нельзя провернуть никак камеру, к сожалению. Почему-то нельзя. Мне казалось раньше, что можно было в этом меню поворачивать камеру. Но, возможно, я ошибаюсь. Так, какие же дисконы выбрать? Вы сами знаете, что диски это вот реально прям залог успеха. Если ты выбрал крутые диски, то тачка, она и смотрится офигенно. Но здесь все диски смотрятся круто. Поэтому выбрать что-то довольно-таки сложно. Наверное, вот эти вот возьму. Давайте вот эти возьмем. Так, а передние колеса? А передние можно, кстати, и такие оставить. Неплохо смотрится. Огромная полка. Хотя можно было вот эти назад поставить. А вот эти наперед. Либо наперед мы поставим сейчас какие-то спицы. Ну вот так. Большие какие-то надо колеса. Воу. Смотрите. По-моему, люто смотрится. Так, по кузову ничего. Погнали спойлерки. Посмотрим, какие тут есть. Может быть, что-то мы найдем подходящее? Ну, что-то не знаю, ребята. Или дегтейл хотелось сюда поставить. Или, может быть, такой здоровенный вместо заднего бампера. Но здесь задний бампер невозможно убрать. Потому что, как вы видите, задний бампер это и фары, это и крепление расширения бокового. Слишком много с этим проблем. Так, тогда погнали. Мы, наверное, винилы сейчас какие-то с вами добавим. Причем, может быть, это будет полноценный такой фул винил на всю тачку. Вот этот может быть, кстати. Сейчас мы его сделаем просто большим реально. Посмотрим, как это выглядит. И, наверное, мы его чуточку все-таки сдвинем. Нет, в другую сторону наоборот. Вот так вот двигаем, чтобы он был сзади. А с одной стороны плохо, потому что он закрывает лобач. Мы, наверное, знаете, как сделаем? Мы, наверное, его как-то вот так сейчас уберем. Вот. Уберем таким образом его. И наперед еще такой же бахнем. Чисто-чисто наперед. Отдельно. Так, вот он. Ну, мне нравится это, как выглядит. Я не знаю, конечно, как вам. Так. А где он у нас? Эй. Где ты? Как мне его увидеть-то? Черт. А куда он у нас делся? Как нам найти его? Давайте увеличим размер. Он спереди, что ли, где-то у нас стоит или чего? Ага, вот он где. Понятно. Так. Ну вот. Это уже другое дело. Смотрите, у нас получается бочина в такой раскраске. У нас получается морда в такой раскраске. Плюс мы его можем чуть-чуть подрастянуть туда. Ну и вот так, наверное, как-то мы его-то сделаем. Ну, по-моему, неплохо выглядит все. Довольно-таки необычно, так можно сказать. Да, необычно это выглядит. Что мы еще? Можем покрасить диски. Как это не покупать? Конечно, купить. Сто процентов купить. Окраска. Так. Передние диски, да. Кузов нет. Давайте выберем какой-то цвет для передних дисков. Красный точно нет. Возможно, какие-то... Ну вот что-то вот такое, вот под стиль. Под стиль вот этого всего дела. И давайте... Так, теперь задние диски. Задние диски тоже можно такие, а можно все-таки поменять у них цвет. Сделать их розовыми, например. Все-таки дрифт... Дрифт-тачка, она должна быть реально яркой. Так, ну что, все у нас готово. Можно ехать и бомбить. Сейчас посмотрим, как она будет бомбить. Погнали. Быстрое соревнование. Какое-то наша лига. В принципе, нам не важно, какая это будет трасса. Мне вот это нравится, поэтому я пойду на ней. Сейчас попробуем навалить. Навалить здесь попробуем сейчас. Посмотрим, как она вообще идет. И после этого, наверное, можно... Знаете, что если... Ну, сейчас я посмотрю, как она едет. Можно, допустим, там или движок бахнуть посильнее, проапгрейдить или еще что-то, или ходовку. То есть заняться, так сказать, доработкой уже непосредственно машины. Сейчас она внешне выглядит круто. Ох ты, звук, а у нее классный звук. А знаете, она не дурно едет. Блин, а она не дурно едет. Ах, фак. О, она вообще не дурно едет. Тут главное, ну, когда определиться для себя, какую трассу ты будешь ехать. То есть какой конфиг. Так, перекладку я пока еще никакой не делал. Поэтому можно смело влетать так в отбойник. Ох ты же, елки-палки. О, слушайте, она круто едет. Ну, здесь вот... Здесь мой косяк согласен. Блинский блин. Прям реально я чувствую, как вот... Каждый, каждый поворот колес, как вот она едет. Я реально ее чувствую сейчас. Я прям могу ей управлять. Куда, куда мне нужно, туда она и едет. Охренеть можно. Слушайте, она очень крутая в управлении. Если вы играете, попробуйте обязательно эту тачку. Она очень крутая в управлении. Вот я реально сюда добавил, по сути, только выворот. Двигатель был 574 на тонну. Сейчас 599 на тонну. Облегчение здесь стоит. Оу. Сбился. Сбился с конфига я. Ну, смотрите, реально прям долгую такую дугу можно держать. Блинский блин. Она реально круто едет. Ах, нет, не хочу. Прям ты, ты ей сам управляешь, черт. Если до этого я пробовал тачки, там приходилось мне как-то под них подстраиваться, ну, то есть, именно под машину подстраиваться, то здесь нет. Здесь реально я прям ее прочувствовал жестко. Слушайте, это... Это супер тачка. Ну-ка. Нет, 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 только не в отбойник. Вот, и все, и пошел просто по дуге. Пошел, 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 пошел. И пошел, пошел дальше, дальше, пошел, 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 пошел. Охренеть можно. Так, что-то здесь не получилось занос сорвать. А вот здесь получилось. Все, ручника чуть-чуть дал, и она сразу пошла. Просто чуть-чуть дал ручничка, и все, она сразу, смотрите, сразу ее сносит жестко, прям боком. Прям как тебе нужно. Охренеть просто. Ребята, это топчик. Ну, и именно по ощущениям, очень круто. Вот здесь я понимал, что все, я уже не вписываюсь в траекторию, я просто начал оттормаживаться, и она реально, она не пошла дальше. Финиш, 12700, че я, на каком месте, на втором, на третьем, на первом, на каком, ну-ка, покажите мне. Лучшая комбо экстрим, максималка 158 километров, да, второе место. Ну, неплохо. Нормально. Тинжат поднял, в принципе, неплохо. Так. Завершить. Ну, сами поймите, это как бы первый раз мой был именно на этой тачке, то есть я не вкатился в нее вообще нисколько. Так, ну че, можно здесь, наверное, пробовать движок еще больше бахнуть, хотя не совсем понимаю, зачем. Рулевое очень крутое, рулевое прям супер. Даже можно, наверное, еще сделать апгрейд и просто... Так, оно у нас установлено, получается. Снижение веса можно еще сделать. А, рулевое у нас пятое уже сделано. Так, снижение веса еще. Нифига себе, смотрите, что есть. Есть мотор, который будет выдавать 744 лошади. А, это сколько? А, то есть это сейчас 744 лошади. А будет сколько так? Ну-ка, подождите. Давайте сделаем вот этот мотор. Четвертый. Сейчас уже 800... 858 лошадей. Охренеть можно. Так, я сейчас быстренько просто сгоняю. Прям быстренько-быстренько. Типа тренировочка и выйду. Прям погнали в Японию. На родину, так сказать, этого Ниссанчика. Чтобы бахнуть хорошенько. Чтобы дать угла прямо. Офигенное точило. Надеюсь, что сейчас она будет еще лучше ехать. Во всяком случае, я так понимаю, что можно сделать даунгрейд. То есть, если тебе не нравится, как она едет с новым движком, ты можешь откатиться на старой. Ох. Ох, слушайте. А сейчас она еще лучше тащит, мне кажется. Слушайте, а она прям хороша. Эх, черт. Разбился на дрифте. Тут именно прям... Ты даже не пятака крутишь, а именно прям вот полноценный дрифт вокруг этого кольца получается. Смотрите. Я нашел место и тачку, на котором можно просто набивать очки и всех бахать. Нет. Черт. Это круто, слушайте. Х3 бонус уже. А что будет, если у меня будет под капотом тысяча лошадей? Вот если я ту конфу соберу с самым мощным мотором, что тогда получится? Так, ладно, это уже неинтересно. Давайте попробуем конфиг проехать. Так, ну и едет. Ну, едет реально круто. А тут от постановки влияет, сколько тебе дают очков или нет? То есть, чем больше угол, тем больше очков или нет? Ну, ей очень приятно управлять. Прямо ты практически каждый момент можешь вырулить. То есть, если тебе сейчас непонятно, куда она едет, то она едет в отбойник. О, офигенно просто. Слушайте, я до этого так сильно не кайфовался от игры. Вот сейчас прям вообще очень, очень зачетно она идет. Вы поняли, да, как Х5 надо собирать? Просто надо, короче, близко к этим проезжать. Сейчас вот не получилось, и я ушел в отбойник. Да, когда тебя сносят с трассы, то все, там отбойник гарантирован уже практически. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, ты же елки-палки! Охренеть просто! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это, блин, супер! Реально, ребят! Ну, это просто супер! Ах, черт! Не удалось. Ну, короче, ты просто берешь. Близко проезжаешь к этим штукам. Вот таким образом. И потом, не уходя, если в отбойник, если у тебя получается, вот, ты получаешь, типа, бонус Х5. Офигенно, 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 и невозможно, блин, оторваться. То есть, я знаю, что заезд вроде как идет, сколько он идет, 5 минут, и эти 5 минут ты не можешь реально оторваться, потому что это круто. И первое место, кстати. О, 35 штук еще в плюсе. Нормально. Вот это нормально, вот это я понимаю. Ладно, ребят, будем на этом заканчивать. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Я прям приятно, очень удивлен был этой машиной. И, знаете, видимо, в настройках действительно очень много скрыто. Играйте в игрушку, она реально прикольная. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok